Стивена Кинга часто называют королем ужасов, потому что в основном его произведения написаны в жанре хорро. Он автор 56 романов, 200 рассказов, 5 книг на научно-популярную тематику. Его книги продаются миллионными тиражами и пользуются неизменным успехом у читателей разных поколений. Писателей, которые стали легендой при жизни, можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из них стал Стивен Кинг, жизнь которого складывалась менее удивительной, чем сюжеты его произведений. Мировая слава пришла к ним очень рано. Самое интересное то, что его имя слышали даже те люди, которые редко, а то и вовсе никогда не берут в руки книгу. Он пишет книги, используя самые разные жанры. Их сюжеты завораживают необыкновенным воображением и буйной фантазией. Картины, снятые на основе его произведений, держат напряжение до последнего кадра. Они вызывают слезы, смех, панический страх и сопереживание главным персонажем. Стивен Кинг прошел нелегкий путь к мировой славе, и об этом свидетельствует его биография. Родился Стивен Эдвин Кинг 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн, США. Это было настоящее чудо, потому что его родители уже и не мечтали о ребенке. Его маме доктора сказали, что она бесплодна. Именно по этой причине распался первый брак. Ее вторым мужем стал капитан торгового судна Дональд Эдвин Кинг. В 1945 году они взяли ребенка из детского дома и дали ему имя Дэвид Виктор. А в 1947 году Нелли, вопреки диагнозу врачей, родила сына Стивена Эдвинда. Но даже такое радостное событие не помогло сохранить семью. Отцу Стивена Кинга абсолютно не нравилась семейная рутина и хотелось свободы. Когда его сынишка был двухлетним мальчуганом, он просто испарился из его жизни. В один из вечеров он пошел за сигаретами и больше не вернулся. Маме ничего не оставалось делать, как сказать мальчикам, что их отец похищен инопланетянами. Хотя Рут прекрасно понимал, что эта инопланетянка живет на соседней улице или в ближайшем городке. Спустя много лет, когда американские режиссеры снимали документальный проект о жизни Кинга в 90-е, им удалось напасть на след сбежавшего родителя. Оказывается, он все это время был рядом. Жил снова с женой и четырьмя ребятишками в Пенсильвании. После того, как Нелли осталась одна, ей пришлось очень тяжело. По образованию она была пианисткой, но о музыке пришлось забыть и соглашаться на любую работу, чтобы поднять сыновей. Одно время она работала в булочной простым продавцом, потом прислуживала в семьях богачей. Чтобы найти более приличную работу с хорошей оплатой, женщина с мальчиками много переезжала. В итоге их пристанищем стал городок Западный Дарем, расположенный в штате Мэн. Мама ни разу не пожаловалась сыновьем, что ей тяжело. Но Стивен прекрасно понимал, сколько ей приходится работать. В четырехлетнем возрасте Стив получил первый серьезный стресс и шок. Он стал свидетелем гибели своего ровесника, которого буквально перемолотил товарный поезд. В силу возраста он скоро забыл об этой трагедии и вспомнил о ней только спустя несколько лет, когда в разговоре всплыла эта тема. Это происшествие сильно сказалось на его творчество, и под впечатлением он написал несколько произведений. Стивен с детства не отличался крепким здоровьем, а постоянные переезды только усугубили ситуацию. Он заболел корью, еле выкарабкался. Потом слег с острым фаренгитом, повлекшим за собой ушную инфекцию, которую невозможно было вылечить даже с помощью антибиотиков. Доктора были вынуждены три раза пропивать ему барабонную перепонку, доставляя Стиву невыносимые страдания. Он так долго болел, что его оставили на второй год в первом классе. Скорее всего, эти страдания и трудности повлияли на формирование мировоззрения и вкуса молодого человека. Он был каким-то мрачным, получал удовольствие от просмотра фильмов ужасов, которых пересмотрел бесчисленное множество. У Стивена была какая-то ранимая психика. Даже мультипликационная лента Бэмби, в которой был показан лесной пожар, вызывала постоянные кошмарные сны. Книги он читал в том же жанре, что и в фильме. Больше всего получал удовольствие от Человека-паука, Халка, Супермена, автором которых был Рэй Брэдбери. Зачитывался комиксами о всякой нечисти, байке из склепа и гробница ужасов. Как-то он сказал журналистам, что ему нравится чувствовать страх и понимать, что ты не можешь контролировать свои чувства. Чтобы не зацикливаться на болезни, Стивен с подачей мамы сам засел за перо. Первый рассказ он написал в 7 лет. Он прочитал комикс о капитане Кейси и просто захотел его пересказать. Мама очень хвалила юного писателя, но при этом не применила сказать, что он такой сообразительный и может сам придумать сюжет для рассказа. Прошло немного времени, и Кинг дал почитать матери четыре небольших рассказика, главным героем которых был белый бельчонок. Мама выплатила писателю гонорар 25 центов за каждое произведение. Стивена как будто бы прорвало. Он начал писать без остановки. Свой первый бестселлер мальчик написал по сюжету фильма «Колодец и маятник», потом распечатал его на гектографии и полученный 40 экземпляров продал родным и соседям. В 1959 Стивен и его брат Дэвид придумали заняться выпуском информационного листка, который назвали листком Дэйва. Они научились размножать его на мимоографии и распространяли среди всех знакомых по смешной цене 5 центов. Старший из братьев отвечал за местные новости. Младший публиковал рецензии на картины и рассказы собственного сочинения. В эти годы Кинг открыл для себя писателя Говарда Лавкрафта, который вскоре стал его любимым прозаиком. После прочтения страшных историй в сборнике «Стаящиеся в тенях» Стивен почувствовал, будто вернулся домой. Будучи учеником старших классов, Кинг терялся в догадках, чем он будет заниматься в будущем. То он хотел стать студентом университета, то собирался пополнить число добровольцев во Вьетнаме, чтобы стать свидетелем интересных фактов для своих будущих произведений. То, что он посвятит себя писательству, парень решил уже давно. Маме удалось перевбедить Стивена отказаться от детей с Вьетнамом, так как кроме слабого здоровья у него было еще и плохое зрение. Он продолжил учебу в колледже и начал активную подготовку к университету. Помимо этого он нашел работу на ткацкой фабрике. Парень понимал, что должен сам заработать средства на учебу в университете. Его поставили склеивать упаковочную тару и загружать ее в контейнеры. Когда работы не было, парень сражался с крысами, которые населяли подвал. Этот отрезок времени впоследствии отразится в его рассказе «Ночная смена». В 1966 году Кинг стал студентом университета штата Мэн. Своей специальностью парень выбрал английскую литературу. Параллельно с этим он получал образование в педагогическом колледже. Братья переживали не лучшие времена. Больше пяти долларов в неделю на каждого мама им выслать не могла. Самой женщине приходилось голодать. Стивен женился в студенческие годы. После получения диплома бакалавра он принял решение писать и этим зарабатывать на хлеб насущный. Однако доходов от этого занятия он не увидел. К тому времени Стив устроился в прачечную и приносил домой мизерную зарплату. Жена получала студенческую суду и иногда в журналах печатались его рассказы, за которые полагались гонорары. Это были все доходы молодой семьи. В 1971 году Кинг нашел работу учителя английского языка в школе городка Хэмпден, штата Мэн. Он по-прежнему писал, но с каждым днем все больше терял веру в свои литературные способности. В один из дней жена обнаружила черновик рукописи в мусорном ведре. Женщина достала ее и прочла. Ей понравилось и она пристала к Стивену с просьбой закончить роман. В 1973 году умерла мама Кинга. Ей не удалось дожить до первой славы сына всего год. В 1974 в одном из изданий вышел роман Кэрри. Именно тот, который супруга достала из мусора. Писатель получил свой первый серьезный гонорар – 2500 долларов. Стивен даже не думал, что его произведение найдет отклик у читателя, но это произошло. Вскоре первое издательство уступило авторские права другому под названием Нелл, взяв с последнего 400 тысяч долларов. Половина этих денег предназначалась Кингу. После этого Стивен мог спокойно уйти из школы и вплотную заняться любимым делом. Вместе с семьей он переезжает в город Болдер, штата Колорадо и садится за написание своего второго шедевра романа Сияния. В 70-е годы Кинг использовал псевдоним Ричард Бахман, которым и подписывал свои произведения. По мнению биографов Стивена, это доказывало то, что, несмотря на популярность, писатель был не уверен в своих силах. Он считал, что это просто разовый успех. Роман «Ярость» он тоже подписал привычным псевдонимом. Но вскоре был вынужден полностью убрать свое произведение с торговых точек. Он узнал, что его произведения нашли у преступника-малолетки, который расстрелял в Канзасе своих одноклассников. Кинг продолжал писать и все так же подписывал свои романы псевдонимом. Под этим именем вышли произведения «Дорожные работы», «Долгая прогулка», «Худеющий» и «Бегущий человек». Кинг был вынужден отказаться от привычного уже псевдонима, когда его разоблачили в одном из книжных гутиков в Вашингтоне. Он сказал, что Ричард Бахман умер от онкологии. Лучшие произведения Кинга были написаны в 80-90-е годы прошлого века. К ним можно отнести роман «Стрелок», который потом вошел в цикл «Темная башня». Рекордным по срокам написания стал роман в 300 страниц под названием «Бегущий человек». На его создание у писателя ушло всего 10 дней. В 1996 Стивен написал «Зеленую милю», которая стала его любимым произведением. В 1997 писатель подписал договор с издательским домом Саймонс энд Шустер, от которого получил 8 миллионов долларов аванса за роман, получивший название «Мешок с костями». Помимо этого издательство выплачивало ему половину всей выручки от его продажи. Очень много произведений литератора экранизировали. В 1998 Кинг написал сценарий к самому популярному фильму того времени – сериалу «Секретные материалы», в котором роли главных героев достались Дэвиду Духовны и Джиллиан Андерсон. В один из летних вечеров 1999 года Кинг вышел на улицу прогуляться со своей собакой. И в это время попал под колеса микроавтобуса. Травмы были очень серьезными. В нескольких местах сломана правая нога, переломано бедро, травмирована голова и легкие. Доктора хотели ампутировать ногу, но все-таки ее спасли. Первое время он вообще не мог сидеть дольше 40 минут, потому что сломанное бедро жутко болело. Об этом писатель тоже написал в своем произведении седьмой части «Темной башни». Потом на его основе сняли картину «Королевский госпиталь». В 2002 году Стивен выступил с заявлением о прекращении писательской карьеры. Причина заключалась в плохом самочувствии. Он не мог подолгу сидеть, потому что боль в бедре не давала ему работать. Но вскоре у поклонников литератора появился повод для радости. Он нарушил свое обещание и снова взялся за работу. В 2004 Стивен выпустил заключительную часть «Темной башни». В 2006 году стал автором не менее интересного произведения романа «История Лизи». В 2006 Король ужасов объявил всем, что ему удалось найти роман «Блейз» авторства Бахмана, который до этого не был опубликован. В действительности это была его рукопись, написанная в годы студенчества, и все эти годы пролежавшая в университете. Кинг любит бейсбол, но сам не играет, а посещает поединки, в которых участвует его любимая команда Boston Red Sox. В 90-е годы семейство Кинг стало спонсором строительства стадиона Мэнсфилд. В 2014 году литератор участвовал в благотворительном сборе денег для больных с диагнозом амиотрофический склероз.